В межпоселенческой библиотеке состоялась презентация новой книги краеведа Алексея Плотникова «Город этот стал судьбою». В ней рассказывается о трех людях, сыгравших большую роль в становлении города Видное и Ленинского района. Это первый директор комбината гипсокартон Аба Плоткин, почетный металлург Михаил Доля и Тимофей Лемешко, главный озеленитель нашего края. Мы должны гордиться тем, что подвиг они совершили на видновской земле. Их трудовой подвиг заслуживает того, чтобы видновчане, жители Ленинского района знали о земляках как можно больше, об их жизненном пути, о самом подвиге, о том, как они шли к нему. В период с 1947 по 1958 годы на территории будущего города Видное под руководством Тимофея Лемешко было посажено 35 тысяч деревьев и более 170 тысяч кустарников. Именно благодаря ему Видное приобрел величественный статус город-сад. На презентации книги присутствовали ближайшие родственники Тимофея Лемешко, сын Аба Плоткина и сам Михаил Доля. Сегодня мы собрались на презентацию книги, которая расскажет нам не только про судьбу наших доблестных сограждан, но также читатель, читая ее, сможет увидеть историю нашей страны через судьбы людей. И когда я читала эту книгу, у меня не покидала мысль, что те сложности, с которыми наше поколение сталкивается, совершенно ничто по сравнению с тем, что довелось прожить и испытать в нашем дедах. Книга «Город этот стал судьбою» — девятая в серии «Люди нашего края». В Ленинском районе еще есть немало имен, вписанных в его историю, и о которых можно и нужно рассказывать будущим поколениям. И у нас в студии автор книги, о которой мы только что рассказали, Алексей Васильевич Плотников. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый день. Скажите, чем обусловлен выбор главных героев для этой книги? Ну, с Видном связано много строителей. Это не просто строители, это люди-энтузиасты, личности. Наш город строили Благов, Лгалов, Гаевский, Басов, Михайлов. О некоторых из них написаны уже книги. Это целая серия. Да, целые люди нашего края. Товарищ директор о Гаевском, о Басове. А когда на заседании направлений общества краеведов возник вопрос, кто должен представить следующие книги, серии «Люди нашего края», то большинство сошлись, три фамилии — Лемешко, Плоткин и Доля набрали наибольшее число голосов. Их трудовой подвиг большой. Взять хотя бы Тимофея Игнатьевича Лемешко. Только период десятилетия с 1947 по 1958 год под его руководством было посажено 35 тысяч деревьев и 172 тысячи кустарников. Плоткин тоже был первостроителем, и он непосредственно руководил в 50-х годах строительством видным. А в 60-е годы под его руководством строились дома по строительной улице, Южной. Он решил пойти в сердце завода. Сердце завода — это коксовый горячий цех. И, допустим, только в 1977 году его бригада выпустила 27 тысяч тонн высокосортного кокса. А в 70-е, 60-е, 80-е годы его бригада, его имя гремело по всей отрасли. Конечно, эти люди заслуживают того, чтобы о них знали люди, чтобы брали с них пример. А где можно приобрести или взять, почитать эту книгу? Ну, прежде всего, в библиотеке можно почитать эту книгу, и в библиотеке есть электронная версия этой книги. Так что, пожалуйста, насколько я знаю, в администрации еще раздают эту книгу ветеранам. Ну, и я думаю, что тем, кто хочет приобрести, тоже дадут. Я надеюсь, что те люди, которые действительно искренне интересуются историей родного края, обязательно возьмут и прочтут эту книгу. Спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали много интересного. А я напомню, что у нас в гостях был автор книги «Город этот стал судьбою» Алексей Васильевич Плотников. Продолжение следует...